И каждый раз я получаю очень тёплый приём в Беларуси. И я надеюсь, что интерес к астрологии растёт здесь. И я ожидаю, что в последующие 5-10 лет астрология будет более узнаваема, более уважаема в Беларуси. Я работаю с ведической астрологией больше половины своей жизни. Я начала работать с ней, когда мне было 18 лет. И с того момента я больше ничем не занимался, кроме астрологии. Я верю в то, что это очень мудрая, очень большая наука. И все астрологи продолжают учиться до конца своей жизни. Я хочу сказать, что я уважаю все направления астрологии. И я верю в то, что астрологи, которые работают с разными стилями астрологии, делают хорошую работу. Потому что по моему опыту я видел, когда опытные астрологи разных направлений работают с одним и тем же гороскопом, что основные предсказания в основном те же самые. Но, конечно, каждое направление астрологии имеет особые черты, характеристики. Сегодня я поговорю об особенностях ведической астрологии. Я думаю, что сегодня было бы интересно поговорить о физическом и ментальном здоровье через посредством астрологии. После того, как я закончу лекцию, вы можете спросить меня все, что угодно, то, что, может быть, я не упомянул. В ведической астрологии есть технические особенности, скажем так, которые отличаются от западного стиля. Например, мы не используем Нептун, Плутон и Уран. Но мы придаем больше значения узлам Раху и Кету. Также в ведической астрологии есть определенные астрономические точки, которые не часто обсуждаются в других направлениях. Потому что в древних текстах мы видим по крайней мере 11 таких астрономических точек. Еще одно различие – это зодиакальные знаки, есть различия в западной ведической астрологии. Потому что в ведической астрологии знаки зодиака базируются на неподвижных звездах. И в ведической астрологии, конечно, это связано с пресчетом эквенокса. В западной… Я думаю… Да. В ведической астрологии называется «тропикал». Тропический зодиак используется в ведической астрологии. Я думаю, что люди будут понимать. Тропический зодиак используется в западной астрологии. То есть подвижные, получается, знаки. Да. Также 27 групп звезд или созвездий используются в ведической астрологии. То есть весь зодиак разделяется на 27 одинаковых частей. То есть весь зодиак разделяется на 27 одинаковых частей. В том, как мы рассматриваем. Также в ведической астрологии мы рассматриваем каждую отдельные таблицы, которые еще разделяются на мелкие части. То есть больше дробления. These are called divisional or fractional charts. То есть это… Ну вот их иногда дивизионные, да, переводят части. То есть более мелкие. То есть это, по сути, как… Ну то есть посмотреть более… для того, чтобы более детально рассмотреть. То есть это, по сути, как… Ой, просвечивают, как это в поликлинике. По-русски. Рентген. Рентген. Да, спасибо. Но так же, как и в других астрологических направлениях, мы используем 12 знаков зодиака и 12 домов гороскопа. Но есть кое-что интересное о домах ведической астрологии. В ведической астрологии все дома равны, нету неравных. И каждый знак зодиака формирует свой собственный дом. То есть мы можем понять, что есть определенные технические различия. Но так же хочу отметить, что ведическая астрология дает определенные решения, какие-то защиты, то есть решение тех проблем, которые вы видели в гороскопе. Если мы начнем читать тексты на санскрите, которые очень старые, мы увидим, что есть советы, как предсказывать события. И так же есть советы, как улучшить жизнь. То есть обычно консультация по ведической астрологии состоит из двух частей. Одна – это когда даются советы или какие-то предсказания делаются. И вторая часть – о том, как сбалансировать несбалансированные планеты. И есть разные способы, духовные и материальные, как это можно сделать. То есть обычно ведическая астрология описывается как наука, духовная наука. Потому что одна часть астрологии – это, конечно, астрономия. Вот эта часть астрономическая называется ситханта. Но результаты позиций планеты более духовные. И невозможно объяснить научным образом то, как эти планеты действуют. Упоминается, что наш гороскоп строится по карме, которую мы заработали раньше в реинкарнациях предыдущих. И каждая позиция каждой планеты зависит от того, что мы делали в предыдущих реинкарнациях. Кто-то может спросить, как вы можете доказать, что вообще, в принципе, были какие-то реинкарнации до настоящей жизни? Я должен упомянуть очень интересное исследование в этой области. Вы можете прочитать статью исследователя американского. Он исследовал более 3000 случаев. Когда дети или взрослые люди, которые помнили предыдущие жизни. Он встречался с этими людьми и проводил исследования, подтвердил, что все, что они говорили, действительно эти события имели место. Сейчас много таких случаев, и многие люди это переживали сами. Но я упомянул Яна Стивенсона, потому что он исследовал все очень систематически и выдал в такой форме, что людям очень удобно это читать. Один из моих любимых учеников — это мой собственный двоюродный брат. Он сам проводил исследования в этой области. В Индии есть особая ветвь астрологии. Называется Нари-астрология. В этой ветве астролог даже не будет спрашивать ваше имя. Они только возьмут отпечаток большого пальца. Для мужчин это будет палец правой руки, для женщин — левой. Только по отпечатку пальца они могут сказать ваше имя. Они только возьмут отпечаток большого пальца. И имена членов вашей семьи. И они будут рассказывать некоторые события в вашей жизни, по которым вы сможете убедиться, что это правда. И только после этого они будут рассказывать о ваших предыдущих жизнях. Мой кузен ходил на такой прием и узнавал о предыдущей своей инкарнации. Ему рассказали, в каком конкретной регионе он жил и что он делал в своей прошлой жизни. И он захотел проверить это. Но описания не были очень детальными. И поэтому он решил сделать реинкарнативный регрессивный гипноз, в котором он мог узнать больше деталей о своей прошлой жизни. И он взял сессию у одного из самых известных специалистов в Индии. И он увидел конкретно те вещи, которые он узнал от астрологов этой ветви Нари. И он даже смог узнать некоторых людей, которые были его родственниками в прошлой жизни. В этой жизни они были его друзьями. Поэтому если кто-то хочет провести какое-то исследование подобного рода, оно может казаться очень странным, но это не значит, что оно невозможно. В древние времена медики и астрологи работали вместе. Поэтому астрологи должны были знать медицину хотя бы на среднем уровне. И врачи должны были знать хотя бы на среднем уровне астрологию. Потому что посредством астрологии можно узнать о каких-то физических проблемах намного раньше, чем они возникнут. И даже возможно распланировать свою жизнь и свою карьеру по тому, что вы узнали. Например, если я вижу гороскоп мальчика или девочки, которым 12-13 лет. Если я вижу, что через 15-20 лет у этого человека могут быть проблемы с глазами. Тогда я скажу такому человеку, что он не должен выбирать профессию, в которой будут слишком задействованы глаза, слишком напрягаться. Также если я вижу, что у кого-то есть тенденция попадать в аварии, либо получать какие-то серьезные травмы. Я посоветую такому человеку не планировать карьеру в очень активном виде спорта. Поэтому если мы видим свое будущее достаточно далеко, это может нам помочь разными способами. В ведической астрологии есть особая система, которая называется планетарные периоды. В ведической астрологии есть система периодов и субпериодов. Считается, что в настоящее время человек живет в основном 120 лет, но не больше этого. Да, иногда, как исключение, некоторые люди живут немного дольше. Но обычно это йоги или какие-то особенные духовные люди. И вот эти 120 лет, они разделяются на периоды, которые управляются определенными планетами. Например, период Солнца длится 6 лет. Луна контролирует 10 лет. Марс 7 лет. Раху контролирует 18 лет. Это один из узлов. Юпитер 16 лет. Сатурн 19 лет. Меркурий 17 лет. Еще один узел Кету контролирует 7 лет. Венера 20 лет. И каждый из этих периодов разделяется еще на 9 подпериодов неравных частей. И каждый из нас проходит через свой период и подпериод в разное время. То есть они не одинаковы для всех людей. Например, сейчас я прохожу через период Сатурна. И подпериод Солнца. И многие из вас, кто, например, моего возраста, проходят совершенно другие периоды. И когда эти периоды меняются, первое, на что они начинают влиять, это на то, как мы думаем. Также начинает меняться стиль нашей жизни. Например, мы видим, что сегодня кто-то полностью счастлив и физически, и морально. Но кто знает, когда меняются эти периоды и какая из планет начинает влиять? Когда мы видим, какой период, в какое время, сколько лет будет человеку, когда приходит какой-то период. И в какой позиции находятся эти планеты в гороскопе рождения? И базируясь на этих знаниях, мы можем предсказать события, которые случатся через много лет. Так же мы знаем, что ментальное и физическое здоровье очень взаимосвязаны. И в ведической астрологии поэтому большое место уделяется такому спокойствию духовному и духовной жизни. Даже в древней индийской медицине, которая называется Айурведа. Айурведа. То идет как бы изучение еще его ментального состояния. Потому что мы часто видим, что человек, который хронически находится в депрессии. Особенно женщины. Мы можем наблюдать, что эти женщины часто имеют проблемы по женской линии. Также мы знаем, что стресс влияет на диабет, гипертонию и еще много разных заболеваний. Поэтому Луна, как планета, которая за эмоциями следит, мы придаем очень много значения в ведической астрологии. В ведической астрологии мы не используем солнечные знаки. Вместо этого мы больше придаем значение лунным знакам. Но когда мы говорим о успехе в работе, тогда Солнце очень важно. Но когда мы хотим сказать об эмоциях или личной жизни, мы базируем наше суждение на Луне. Даже, например, если пара думает о том, чтобы завести ребенка, мы придаем значение особым астрологическим показателям. В этом случае зачатие должно происходить в особые хорошие периоды. Особенно в те периоды, когда оба партнера находятся в таком спокойном состоянии духа. В моей астрологической карьере, которая уже 22 года длится, я наблюдаю очень точно определенные вещи о маленьких детях. Если во время зачатия и в период беременности, мать находится в состоянии стресса или депрессии, ребенок рождается очень чувствительным, с таким очень подвижным темпераментом. Поэтому в древние времена в Индии люди всегда консультировались у астрологов, прежде чем планировать ребенка. Даже сейчас в Индии издаются специальные астрологические календари. И в этих календарях отмечены дни, которые хорошо подойдут для зачатия. Но, конечно, эти дни, они очень-таки общие и могут не подходить для каждой пары. Поэтому нужно проверять гороскопы обоих людей. И после этого мы будем принимать решения о том, когда планировать ребенка. Даже когда дело касается лечения любой болезни. В древней Индии выбиралось специальное благоприятное время для приема лекарств. Так же в ведической астрологии, как и в других направлениях, есть ветвь, которая называется прашна. Это гороскоп вопросов или их ражный. В древних текстах упоминается о том, о том, какие принимать меры, как лечиться конкретно в гороскопе. Например, Луна считается покровителем растений, которые имеют какие-то лечебные свойства. Например, Сатурн больше благоволит гомеопатии. Солнце очень важно, когда нам нужно использовать рейки. Когда мы говорим об акупунктуре, то большое влияние на нее оказывает Марс. Обычные упражнения, как фитнес и аэробика, контролируется Меркурия. Ну, еще много подобных примеров есть. То есть возможно также посоветовать человеку, какие еще альтернативные лекарства можно принимать вместе с традиционными, обычными. А Луна также указывает на выздоровление от болезни. Например, если доктор – это женщина средних лет, то лечение будет успешным, потому что Луна благоволит именно вот этому типу людей. Если Юпитер указывает на исцеление или выздоровление, то человеку нужно обращаться к профессору, то есть тому, кто очень опытный, еще учит других. Также я хочу упомянуть о том, что планеты указывают на различные направления в доме, в котором мы живем. Например, у кого-то Марс находится в плохой позиции, и что вызывает проблемы со здоровьем? Например, если при этом человек спит в южной части своей квартиры, то болезнь может усилиться. Потому что Марс указывает как раз на южное направление. Так же, если у кого-то плохой Сатурн, то, конечно, западная часть дома не должна использоваться для сна. В этом случае медицинская астрология, ведическая, может дать хороший эффект. Но, according to me, two most important planets for health are Moon and Sun. Но я бы сказала, что две самые важные планеты для здоровья – это Луна и Солнце. Moon basically indicates nutrition or, let's say, moon indicates looking after the body or giving it proper nutrition. Луна отвечает за питание, за, скажем так, присмотр за телом. And Sun basically indicates the immune system. А Солнце указывает на иммунную систему. Sun indicates doctor. А Солнце указывает на доктора. Moon indicates nurse. А Луна на медсестру. So, if somebody has, especially if a child has a bad position of moon in children's horoscopes, например, если в гороскопах детей у ребенка плохая позиция Луны, we see that the child can have deficiencies of different kinds of nutrients. Мы можем видеть, что у ребенка, например, наблюдается недостаток каких-то веществ в организме. Maybe all proper food is being given to the child, but the child is not being able to absorb them. Даже если ребенку дается вся необходимая пища, то организм может не усваивать нужные элементы. So, especially till the age of eight years, moon is given maximum importance for health. Особенно до восьми лет Луна дает максимальный эффект на здоровье. Но вообще каждая планета управляет разными системами или органами тела. Например, Солнце контролирует сердце. Например, Луна контролирует жидкости нашего тела, например, белые кровяные телца тоже. Также указывает на лимфатическую систему. Марс указывает на красные кровяные телца и, ну, скажем так, кислоту в желудке. Меркурий указывает на центральную нервную систему и кожу. А Юпитер на гормональную систему. Венера на репродуктивную систему. Ну и также почки и мочеполовой в общем системе. Сатурн в основном указывает на кости. Раху, or one of the nodes, is the planet which indicates abnormal growth like tumors and cancers. А раху указывает на какие-то, ну, скажем, ненормальный рост тканей, например, опухолей или рак. And the other node, Ketu, indicates something very interesting. А еще один узел, Ketu, указывает на кое-что интересное. Например, есть определенные очень странные болезни, которыми болеет очень мало людей. Like which are not so often found in people, those illnesses. Те болезни, которые не очень часто встречаются. Например, какие-то болезни, которые больше встречаются в жарких местах, чем в холодных. And the opposite is also true. But if somebody in India gets multiple sclerosis, which is very uncommon in India. А если кто-то в Индии болеет multiple sclerosis, it is with the immune system. Скорее всего, да, рассеянный sclerosis. Which normally is not seen in India. В основном в Индии его нет. So that will mainly be because of a bad Ketu. Это будет из-за плохого Ketu. But Ketu also gives different kinds of psychological problems like phobias. Ketu также дает ряд психологических проблем, например, phobias. Now, often these phobias are related to bad experience of previous incarnations. И эти phobias в основном связаны с плохим опытом в предыдущих жизнях. For example, if somebody died of by sinking in water in the previous incarnation. Например, если кто-то умер, утонул в воде в предыдущей инкарнации. The person may have a phobia with water in this life. Or sometimes we just don't like or we feel uneasy with some particular people. We don't like them. We feel uncomfortable when you are associated with some people. Или, например, по отношению к каким-то людям мы чувствуем какой-то дискомфорт. Мы их не любим. Я разговаривала с клиническими психологами в Индии про эти phobias. Многие из них очень широких взглядов и верят в различные духовные вещи. И очень опытные психологи, старые уже, сказали мне что-то очень интересное. So he said that maybe when a child is three months old, a man with a big mustache threw him up and caught him. The child, the baby. And the baby was very much afraid by that, but could not express. So even when that baby grows up to be 50 years old, maybe when he sees someone like that kind of a mustache and face, he feels uneasy. But why he doesn't know? So this is accepted by scientific-minded psychologists also. То есть то, что я говорю, это также признается и психологами, имеющими научный склад ума. But the psychologists who believe in more spiritual things, they say such bad experience about such a man might have happened in the previous incarnation, not when the man was a baby. Они говорят о том, что подобный случай мог произойти с человеком в предыдущей инкарнации, не обязательно в этой жизни, когда он был ребенком. I remember a program on BBC channel, it was shown in India about 15 years ago. Я помню программу по каналу BBC, которая шла в Индии примерно 15 лет назад. But they said some doctors believe that babies in the womb of mother actually dream in the womb of mother. But they are unable to explain what they may be dreaming about. They have no experience. Но они не могут объяснить, что они видят, потому что у них, естественно, нет никакого опыта. But we have explanation for that. Но у нас есть этому объяснение. Прямо перед тем, как ребенок приходит в этот мир, the baby has memories of previous incarnations, and the baby plans, I have to finish all these jobs. У ребенка есть какие-то планы, которые он должен выполнить в этой жизни, и он помнит предыдущие инкарнации. But when the baby is born, he is forgetting everything because of illusion or maya around us. Now, similarly, there are different zodiac signs which actually indicate different organs of our body. Также определенные знаки зодиака указывают на определенные органы тела. For example, there are the fiery signs of the zodiac, which indicate the digestive system and the immune system. Например, огненные знаки указывают на систему пищеварения и иммунную систему. The watery signs indicate the psychological system, or the psychological situation. And also it indicates, it has a lot of control over blood and the urinary system. И также контролируют кровь и мочевую систему. The airy signs, they have control over the respiratory and the neurological systems. А воздушные знаки контролируют дыхание и нервную систему. Similarly, the earth signs have control over bones and muscles. И земные знаки, они, знаки земли контролируют мускулы и кости. So we look at the horoscope very carefully, how is the situation of these planets and signs. Поэтому мы очень внимательно смотрим гороскоп, какова ситуация с этими планетами и знаками. И по этим знакам мы уже делаем суждения о физическом и ментальном здоровье. Мы также должны посмотреть гороскоп партнера, супруга, для того, чтобы правильно судить о здоровье. Потому что планетарные аспекты между двумя партнерами играют очень большую роль в этом. И после того, как мы все эти моменты рассмотрим, тогда мы двигаемся к той части консультации, где мы даем советы, как от этого защититься. Мы можем умиротворить планету или какие меры принять? So we can basically invite more energy of a planet, or we can increase the influence of a planet. Мы можем привлечь больше энергии определенной планеты или увеличить ее силу. Мы можем умиротворить планету и уменьшить ее эффект до определенного уровня. И есть определенные меры, как уменьшить эффект всех планет, которые отрицательно на нас влияют. So of course, this is itself a big subject, remedial astrology. Само по себе вот это направление защиты в астрологии, оно очень большое. But I can say that minerals are mainly used for inviting more influence or energy from a particular planet. Я могу сказать, что камни используются в основном для привлечения энергии определенной планеты. Например, если кто-то носит желтый сапфир, то человек привлекает больше энергии от Юпитера. По гороскопу мы можем судить, Юпитер является дружественным или как бы недружественным врагом. So if we wear mineral for a planet, which is trying to do us harm, we are actually spoiling the situation even more. Поэтому если мы носим камень, который усиливает влияние какой-то планеты, то мы делаем еще хуже себя. So we have to decide carefully which planet is our friend and which planet is our enemy. Поэтому нужно очень внимательно посмотреть, какая планета является другом и какая врагом. So the nine planets used in Vedic astrology have nine minerals connected with them. Девять планет в ведической астрологии имеют девять камней, минералов, которые с ними связаны. Like for sun, we prescribe the mineral ruby. Например, для солнца это рубин. For moon we prescribe pearl or moonstone. Для луны это лунный камень или жемчуг. For Mars we prescribe red coral. Для Марса это красный коралл. For Mercury – emerald. Для Меркурия – изумруд. For Jupiter – yellow sapphire. Для Юпитера – желтый сапфир. For Venus – diamond. Для Венеры – бриллиант. For Saturn – blue sapphire. Для Сатурна – синий сапфир. For Rahu – it is a special kind of garnet, granat. Для Раху – это гранат, особый вид его. It is called hessonite granat. Hessonite. Gessonite. And for Ketu – the mineral is cat's eye. И для Ketu – это кошачий глаз. So when we need to calm down a planet. Когда нам надо умиротворить планету. Because in Vedic astrology, planets are considered as demigods, not just heavenly bodies. They have a spiritual existence. So we have different Vedic mantras associated with the different planets. Also, we have different Vedic deities connected with the different planets. Different gods and goddesses connected with the different planets. And also, боги и богини, которые относятся к определенным планетам. So, people who believe in these things can easily go for these spiritual remedies. But quite often people even in India come for astrological consultation who do not believe in mantras. So I suggest them some good karma, some good actions. For example, to calm down Mercury. He should help children in studying. That is, donate to organizations that work for children in their studies. For satisfying, for calming down Saturn, one is supposed to donate to organizations for very poor and, for very old and handicapped people. For some, it is donating to organizations working for blind people. So, like this, there are different kinds of ways to balance the bad karma or the bad actions. And, like I was saying, the last thing would be another way where you want to reduce the influence of a planet as quickly as possible. So, every planet has some special food articles or different kinds of articles connected to it. For example, connected to Mars are red lentils. Connected to Rahu is mustard oil. Or at least black lentils. . For moon, it is rice and milk. For moon it is rice and milk. So, these articles should be collected in a particular quantity. Эти вещи должны быть собраны в определенных количествах и в дни недели, которые связаны с этими планетами, потому что каждой планете принадлежит свой день недели, на протяжении 8-9 недель, человек должен бросать эти предметы в текущую воду. Таким образом, текущая вода забирает лишнюю энергию планеты, которая причиняет беспокойство. Это можно использовать также, если есть проблемы с ментальным и физическим здоровьем. Но в ведической астрологии говорится о том, что окончательное решение в руках Бога. Астрологи выступают адвокатами, которые хотят презентовать ваше дело самым выгодным образом перед Богом. А также есть определенные методы, которые помогают справиться с болезнями, которые передаются по наследству. Таким образом, есть еще очень много вещей, о которых я могу говорить. Но я заметила, что когда я говорю больше часа подряд, люди начинают уставать. Поэтому я предпочитаю, чтобы люди задавали вопросы, возможно, что-то, что я не упомянула в лекции. Я буду счастлива услышать ваши вопросы и дать максимальные ответы, которые я знаю, потому что я, конечно, не знаю все на свете. Какие вопросы? Какие вопросы? Какие вопросы? Какие вопросы? Как? Какие видичные нервовы? В Индии их легко найти, потому что многие люди этим пользуются. Но если вы можете покупать минералы в любом месте, но после покупки, попробуйте их тестировать в любом месте. Вы можете их купить в любом месте, но после этого постарайтесь протестировать в лаборатории. Я думаю, что в больших городах есть такие лаборатории. Да, даже в Индии я советую людям, чтобы они протестировали после покупки. Я знаю, что есть определенные люди в Восточной Европе, кто этим занимается. Но я бы сказала, что после покупки у них лучше всего протестировать. Вообще можно купить онлайн, на том же eBay есть магазины, которые занимаются именно астрологическими минералами. Так вот в запросы забиваются, и там для каждой планеты определенных размеров есть эти минералы. Ну это из того, что я знаю. А как вы сказали, какие минералы? От каждой планеты. Астрологические? Астрологические. Да. То есть они так и называются. Подлинность? Подлинность. 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 Чистые или как? Подлинность. Общищаемые. А что мы должны проверить, насколько просто поле это будет. Видите, первое, надо проверить, если минералы нет ли ли вновь серьезности. А что есть, это именно то, что вы думаете, что вы покупали. Это первое. Первое, это то, что действительно ли это тот минерал, который вам нужен. The second thing is, of course, a detailed test report says quite a bit about the quality of that mineral. Более детальный тест, он говорит о качестве этого минерала. For example, the cuttings and the shapes. Ну, форма, огранка. And also the inclusions, if there are a lot of inclusions or there are less inclusions. И включения, много их или мало. I can say that all natural minerals have inclusions, except the very, very expensive ones. Ну, вообще, все натуральные камни имеют какие-то инклюзии, включения, кроме очень дорогих. And quite often you will see the minerals have microfibers, or inside there may be some lines, which may appear like cracks, but they are microfibers, not cracks. So you should check that the report does not mention anything like there is a crack. And also it is good to see that the color of the mineral is uniform in all parts of the mineral. The color, some part deep, some part light, that is not good. And when you make the jewelry, the mineral actually should touch the skin all the time. И когда вы камень вставляете воправу, то он все равно должен касаться вашей кожи все время. Only diamond does not need to touch your skin. Только бриллиант может не касаться. But there is an alternative for diamond also. Также есть альтернатива бриллианту. It is called white zircon, not zirconia, zircon. Это белый zircon, не zirconi, а именно zircon. От чего зависит ментальная сила, от каких планет? Луна дает стабильное состояние, не агрессию, а именно стабильность. Но если вам нужен именно такой дух воина, который нужен в определенных ситуациях, то он приходит от Марса, который является огненной планетой. А Меркурий дает способность все анализировать правильным образом, что очень важно. То есть если у кого-то хорошая Луна и Меркурий, то у человека будет ментальная сила в очень сложных ситуациях также. Зависит ли, как взаимосвязана физическая сила и ментальная сила, есть ли какая-то связь, корреляция, так сказать? Есть ли какая-то связь между ментальной и физической сила? Я говорил об этом к специалистам, который работает с древними индийскими... ancient Indian medicine, Ayurveda. Когда речь идет о том, чтобы сражаться с болезнью... Of course, mental strength is very important and the willingness to keep on living. So, strength can be defined in two ways. Силу мы можем рассматривать с двух сторон. One can be defined as more of an inner strength, like immunity. С одной стороны, это внутренняя сила, как иммунитет. So, we can say that sometimes we really find strong connection between immunity and mental strength. То есть, иногда мы видим очень сильную связь между иммунитетом и ментальным здоровьем. Ну, точнее, силой. But it does not work all the time. Но это не всегда срабатывает. Because if the karma of the person really fixes that the person has to suffer physically in this life, Because there are two kinds of karmas, fixed and unfixed. Потому что есть два вида кармы, одна фиксированная, другая подвижная. The unfixed part of karma you can change with mental strength. Подвижную вы можете изменить с помощью как раз ментальной силы. But there are some parts of the karma or some indications in the horoscope which is not possible to change. Но есть фиксированная карма и определенные указания в гороскопе, которые невозможно изменить. So, always it is not possible to fight health problems or physical weakness through mental strength. Not always, but quite often it is possible. Поэтому не всегда можно с помощью ментальной силы Превозмочь какие-то проблемы со здоровьем. Но очень часто это возможно. На основании чего он гороскоп составляет? Извините, я не говорю это по-простому, но для человека. Человек в организации, как ему гороскоп на основании чего? Какие данные нужны для составления гороскопа? Which dates you need to make the horoscope for a person? To make the horoscope we need the date of birth, the place of birth. Дата рождения, место рождения. And the time of birth at least approximate. И время рождения хотя бы примерное. Иногда, когда человек вообще не знает времени рождения. Мы стараемся найти время рождения через определенные процедуры астрологические. И в основном находим это время, оно может быть не совсем точное, но очень приблизительное. Но в основном нужна дата, время и место. Важно знать точное время, потому что от этого зависит асцендент? Он сам вычисляет, он делает ректификацию, вычисляет время. Например, если время приблизительное, даже 5 минут в другом знаке, это может быть другой. Через ректификацию полностью время ваше точное будет. Все-таки точно. Он задает вопросы, например, если меняется в этот период, вы имеете в виду, например, ситуацию. Он задает вопросы, и по событиям вашей жизни он уже вычисляет, к какому относится. По событиям чего еще он сказал? По событиям из вашей жизни. И что он указывает? Время? Время, да. Да. Определенные вопросы задают, чтобы сделать ректификацию. Если йогу рекомендуют, потому что в данном случае он балансирует, он сбалансирует. Если рекомендуют йогу? Если йога рекомендуют, то что должно балансировать в хороскопе? Если йога? Я не могу спросить вопрос, пожалуйста. Если йога рекомендуют? Из хороскопа? Или кто-то рекомендуют? Или кто-то рекомендуют? Что должно балансировать в хороскопе? Видите, очень часто люди ассоциируют йогу именно с физическим здоровьем. Но, в самом деле, йога вообще означает единение с Богом. Если кто-то практикует йогу как форма физических упражнений, то, по гороскопу это может дать хорошие результаты, например, Меркурия. Или, в некотором смысле, относительно с планетой Солнце, которое также означает иммунную систему. Но если кто-то практикует йогу для физического, ментального и духовного развития, то это балансирует почти все планеты до определенной степени, по крайней мере. В частной консультации говорят, что рекомендуют язык йогой, и они поясняют, какой йогой заниматься, и остались куча вопросов. Ага. When you recommend yoga, left some questions, because what kind of yoga and which way to practice? See, firstly, I am not exactly a specialist of yoga. Ну, я, конечно, не специалист по йоге. But normally, when I suggest, sometimes I suggest more for physical, like, for physical health. В основном, когда я советую, я имею в виду именно физическое здоровье. But I would like somebody to at least do some yoga for the mind, that is meditation or calmness of mind. Ну, я бы также советовала делать йогу для разума, то есть медитацию. Because, like we discussed, that mental peace is very much connected with physical health also. So, even if somebody does not take it to great spiritual heights, but at least yoga should be both for body and mind. To yoga should be both for body and mind. In this case, it's to balance whatever. It is, the mental part is mainly for moon, of course. And the physical part can be, basically, whichever planet is the lord of your ascendant. That can be any planet. Any planet that is the lord of your ascendant. So, like for Leo ascendant people, it will be sun. For Scorpio Mars. Because it will be there on the coast. Yes, yes, of course. This is one of the things we have to include in the course. This is one of the most important things. which is one of the most important things, which we have to include in the course. Can you tell us, by using astrology, to determine the professional position of a person, which is what he needs to do in his life? Is it possible to judge which professional skills it gives? Yes. Which option? Yes. Of course, I think in all styles of astrology, there are a lot of discussions on judging this matter. Similarly, in Vedic astrology, there are a lot of discussions on this topic. And we use also the 27 constellations for making this judgment, not only planets. We have some special combinations in horoscope called royal combinations or raja yogas. And some combinations called dhana yogas or financial combinations. Because sometimes many well-qualified people do not earn enough money according to their expectations. So that person may have royal combination, but not a good financial combination. So the opposite can also sometimes be true. Some people are relatively lucky about money. So we are responsible to judge all these things? Yes, we are responsible to judge all these things. Yes, we are responsible to judge all these things. How much the person can change his destiny? That person may use in astrology. It is very difficult to say the exact percentage. But even if a person can change 30%, it can actually bring a big difference in practical life. So I believe at least quite often a person can change even 40%. But most important is mental calmness, I have seen in my life. Most important is to be calm in all situations. Because if somebody loses the calmness of mind, the ability to come out of troubles also becomes smaller and smaller. Because if someone loses this ability, the ability to come out of troubles, the possibilities are less and less. In Western Astrology as a karmic effect. Actually, in Vedic Astrology, every planet, whether it is retrograde or direct, has some karmic relations. But for retrograde planets, normally we see that in expression of those qualities of those planets, there can be some difficulty. Or expressions means getting them materially, making them materially useful in life. There can be difficulties. Only for the planet Mars I have a special observation. A retrograde Mars often can make one person more aggressive or more masculine in nature. But retrograde Saturn is considered a good planet for spiritual things, not good for material things. A retrograde Saturn is also a good person. It's not good for spiritual things, but it's bad for material things. So a human can actually not express themselves. It's not good for money, but it's not good for spiritual things. A retrograde Venus? A retrograde Venus, there can be a lot of hidden desires inside. может быть много скрытых желаний внутри. So there can be a secret sight to that person, let's say, which is not visible to others. There is a secret sight to that man. Может быть, какая-то скрытая сторона в этом человеке, которая не явна для других. But in general, for example, if Venus is the lord of 10th house, which indicates professional success... I know in India one or two people who are not professional numerologists, but they are so good in numerology, I cannot describe new words. Like, every three or four minutes they can say according to numerology that which number belongs to... maybe now it is, let's say... what is the time now? It's 8.57. So 8.57 to 9 o'clock, it is under which number? 9 o'clock to 9.03, it is under which number? So even they can say like this. Even they can say which numerology, which numbers, period the person is going through, the next five years, which number, like... They have their own research, some new things they have come up with. They have their own research, like planetary periods according to numerology. But I think mixing two things is quite good. Mixing two or three things at the maximum, I do not see any wrong in that. If somebody says I know six or seven things, then that is very scary. Two or three things many people can mix. Two or three things, many people can mix. each one can mix. When it is already six or seven, it is already a question. We have a question. When a person changes the name, When a person changes the name, does it influence his destiny name? I do not think it can change the hard indications or the fixed karma. I do not think it can change the fixed karma. I do not think it can change the fixed karma. Also it does not change any kind of karma. It can give some temporary relief. Because to change karma you have to do some special actions which is beneficial for the society. But technically change of a name can change, can make things easier to some extent, for some time at least. So I am not denying it. I am not denying it. I am not denying it. This is not denying it. It is not denying it. To listen to the В Индии достаточно распространено и действительно эти люди получают на какое-то время какое-то облегчение. Потому что даже первая буква имени относится к определенному знаку. Это не конкретная нумерология, но название и хороскопы имеют важную роль в ведественных хороскопах. Это не конкретная нумерология, но комбинация имени и планеты играет определенную роль. Если это в тесте бедная машина, в первую очередь смотрят на хороскопы и какие рекомендации дают? Что самое главное? Допустим, это все мелочи временные. Вы имеете в виду, это временное облегчение, вы имеете в виду про что? Получается, что акцент на этом не обязательно тогда делать, раз это временное облегчение, это так, добавка. Что самое главное? Большое внимание? Какие советуют вам? Как изменение или использование минералов, это темпоральный релеф. Какие основные вещи, чтобы изменять? Проверный релеф? Да. Пожертвовать мне какие-то жертвы, то есть такие духовные вещи. Например, если вы хотите улучшить Венеру, например. По пятницам, это день Венеры. Если ваше здоровье позволяет, то вам нужно, например, проститься двенадцать часов. Или хотя бы испекать мясо, рыбу или яиц. Алкоголь и секс. Это означает, как будто бы быть монахом по пятницам. Как будто бы наказывать себя всю жизнь за карм. Все жизнь не обязательно, это зависит от ситуации, но один-два года, например, может дать хороший результат. Для облегчения фиксированной карм. Или это для легче фиксированной кармы? Или это для легче фиксированной кармы? Фиксированной кармой, это даже более сложный. Как понять? Венера сильная, то есть, планета слабая. Есть литрограммы, есть... Как объяснить вот это? Слабая Венера, то есть, как видна одна в гороскопе. Что там, градусы, все вот тут чуть-чуть не понимают. Как это слабый планет, это планета изменится? Это зависит от пяти-шести моментов, по позиции планеты в знаке зодиака, по влиянию других планет на эту планету, и также, по поводу ретро-грейд, по поводу ее позиция в дополнительных таблицах. То есть она может быть в обычном гороскопе сильная, но в дополнительных слабая. Но также есть другие способы зависеть от созвездия. Но в основном эти первые три – это знак, дом и влияние других филалет. Что немножко о курсах? Простите еще, то есть ретро-планета не значит, что она слабая. То есть если у нее хорошее положение, то пусть это не значит, что она слабая. А имя ретро-планета не значит, что она слабая. According to some ancient texts, ретро-планета не значит, что она слабая. Ретро-планета не значит, что она слабая. One can say it is slow in giving the results. But in practical experience, most of the astrologers would say they are a little bit weak. But if they are in good houses, in good signs, still they can give very good results. But if they are in good houses, in good signs, still they can give very good results. The most important thing is black sesame seeds. The most important thing is black sesame seeds. It is about 500 pounds. … … … Just with the packet, to the top of them. … First you go close to the river in the evening time. Нужно прийти к реке вечером You pray to Saturn or pray to God to forgive you for bad karma And then you throw it to the water But when a woman goes through those days she is not supposed to do any of the levities So you just have to skip that week And even if you are traveling to any other country you can do it in any place And you can do it in any place even if you have to do it in any other country You can do it in any other country You can do it in any other country You can do it in any other country Can you say that if the baby remembers previous lives По нашей системе душа не может выбираться. Душа не может выбирать, просто ей позволено это помнить, но она послан, скажем так, вытаскивает условия в свои предыдущие камни. Тогда какой имеет план до рождения? Я бы не поняла. Как это связано с планом? Это может быть Бога решение, что ребенок нужно помнить что-то из прошлого. Так что Бог позволяет ребенку эту память, для каких-то специфических причин. Это зависит от желания Бога, а не от выборов, которую ребенок не может сделать. Может быть, душа может попросить Богу. «Пожалуйста, дай мне эту память, когда я родился». И Бог решает, дай мне эту память или нет. Он говорит, что если ребенок в этом плане, то это не его выбор, это Бог для какой-то цели ему это дал. Но я думаю, что она спросила, что ребенок должен делать какие-то вещи в этой жизни. Так что если ребенок имеет план, то это не выбор ребенка? Нет, ребенок думает о предыдущей информации. Эти вещи, которые мне нужно делать с моим братом, мне нужно делать с моим другом. Это все, что ребенок думает о прошлом жизни. Или что он должен сделать по отношению к тем людям, которых он встречал, например, в прошлой жизни. И когда ребенок родился в этой жизни, ребенок забывает все из прошлой жизни. И он начинает понимать, что все планы в этой жизни. Все планы будут уничтожены. То есть, как бы он встречал этих людей в этой жизни, мы думали какие-то планы по отношению. Но когда он рождается, то он все забывает, и, соответственно, эти планы могут рушиться. Если ребенок не может выбирать родителей, а родители считывают их, или родить любовного ребенка, или такого-то того… То есть, получается, родители не могут выбирать? Если ребенок не может выбрать родителей, то дети могут быть в правом правде. Можно планировать. Получается, что они могут выбирать. А когда родители выбирают правильное время, они таким образом пытаются пригласить хорошую душу. Родители даже предполагаются, что они должны в предполагаемое время зачатие молиться в эти дни, например. То есть, Эдрику, все-таки у них есть выбор. They have choice, it means. Parents have some choice, yes. Да, какой-то выбор есть. Но это будет именно по этим пираментам, потому что я так понимаю, что если по ладошке смотрят, что линия инженера, или наоборот, немножко не очень, то это же видно. И говорят о том, что это в нескольких поколениях уже это не видно по романтии. То есть, по глобальным вещам, он придет все равно по каким-то качествам, то есть по духовным качествам. What parents exactly can choose, I don't know this? The parents can basically choose that I want a child who will be healthy, who will be wise. It means one who knows how the life should relate, like balance between material and spiritual life. So, basically, a good soul, a soul with good nature, and a healthy child. Right. It means they are conscious, but they are... They are praying. They are basically praying. So, like I said, some people have fixed indications in the horoscope. They are bound to have very bad children. So, if they do a lot of prayers, maybe the result will be not so bad about the child. And even during the pregnancy period, there is supposed to be a lot of prayers and chanting around the pregnant woman. Well, it is supposed to be that even during pregnancy, there should be a lot of prayers and rituals around the pregnant woman. And do they do the professor? Yes. 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 Yes.